В Самаре до 31 мая продлили ограничение движения транспорта по улице 22 портсъезда на участке от улицы Солнечной до Дублёра улицы Новосадовой. Об этом сообщили в городской администрации. В указанный период автобусы маршрутов номер 61 и 89 будут двигаться по скорректированным схемам. Горожан просят с пониманием относиться к необходимости производства работ, связанных с реконструкцией объекта улично-дорожной сети. Разработанный самарскими учеными робот-картограф, создающий цифровые модели территорий, начал обрабатывать данные из российских городов с населением свыше 100 тысяч человек. Робот не только воспроизводит оцифрованные карты населенных пунктов, но и выявляет нарушения закона. Система позволяет автоматизировать контрольно-надзорную деятельность органов власти, автоматически обнаруживая возможные нарушения, связанные с различными объектами, зданиями или земельными участками. В Следственном комитете России подтвердили задержание начальника регионального главка МЧС, генерал-майора Олега Бойко. Его подозревают в получении взятки. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации, сообщается в телеграм-канале ведомства. По данным следствия, Бойко получил взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. В Самарской области отметили увеличение заболеваемости ОРВИ гриппом среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, в этой группе эпидемический порог превышен на 16%. Самые распространенные заболевания – грипп группы А, парагрипп, аденовирус, риновирус, коронавирус типа омикрон. В областных поликлиниках работают 105 фильтр-боксов и 144 мобильные бригады. В шести медучреждениях развернули 320 коек для пациентов с COVID-19, увеличенное число бригад скорой помощи. Владимир Путин представил документы в Центр избирком в качестве кандидата на должность президента России, сообщила пресс-служба главы государства. Он примет участие в президентских выборах в 2024 году в порядке самовыдвижения. Президентские выборы пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта. В Роспотребнадзоре исключили возможность новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией. Напомним, в ноябре в России выявили первые случаи микоплазменной инфекции. Это заболевание, как считают в Роспотребнадзоре, пришло в нашу страну из Китая, где осенью зафиксировали вспышку вирусных заболеваний. Китайские власти объяснили этот рост отмены ограничений, связанных с COVID-19. Также стало известно о всплеске заболеваемости в некоторых странах Европы, в том числе во Франции, Германии и Нидерландах. Субтитры создавал DimaTorzok